Об общей статистике заболеваний с предстательной железой мы уже говорили, а вот в рамках радиотерапевтической помощи важность лучевой терапии в лечении больных предстательной железы отображена на этом слайде. Международным агентством по атомной энергетике МАГАТЭ есть проекты, которые оценивают потребность лучевой терапии при различных нозологических единицах. И в данном случае был разработан уникальный коэффициент использования лучевой терапии, который позволяет сопоставить эту потребность при разных заболеваниях. И на данном слайде представлено, что заболевания предстательной железы также находятся в ряду других социально значимых заболеваний шейки матки, прямой кишки. И поэтому место лучевой терапии неотъемлемо. Начнем с сообщения о лечении пациента с локализованной формой заболевания. И основная задача радиационного онколога, по сути, проста – подвести максимальную лечебную дозу с минимальной токсичностью. И в рамках дистанционной лучевой терапии в настоящий момент есть инструменты современной технологии и методики, которые позволяют это сделать. И одна из первых работ, которая показывает хорошую переносимость, минимальную токсичность современной технологии лучевой терапии с модуляцией интенсивности, АМРТ. Этот термин более, наверное, на слуху у специалистов. И в рамках эскалации дозы. То есть это так называемое радиотерапевтическое равновесие. Эскалация дозы в необходимые мишени с минимальной токсичностью здоровой ткани и органы. И на данном слайде представлены две рандомизированные работы, которые посвящены изучению роли увеличения дозы на предстоятельную железу. Обратите внимание, что работы проведены как раз в начале настоящего столетия. То есть это тот период в мировой радиационной онкологии, как раз период становления современных принципов радиотерапевтического лечения, принципов гарантии качества. И данные работы демонстрируют преимущество в биохимическом контроле болезни, у пациентов. Следующая работа дублирует эти же результаты. Но почему я ее отобразил? Потому что в вершине референсной величиной служит суммарно-очаговая доза 75,6 грей. Если это переводить в общепринятые российские стандарты, сразу-очаговая доза 2 грей, то это суммарная доза 74 грей. То есть это тот нижний порог, та суммарная доза, которая прописана всеми клиническими рекомендациями. И все лечение заболеваний предстательной железы в рамках хриотерапевтического лечения подразумевает дозу выше вот этого пороговой величины. Сегодня мы уже говорили об этом исследовании, про ТЕКТ-стадии. По сути, о нем уже стали упоминать еще лет 5 назад. Ну и такими громогласными словами, как исследование столетия. Но я хочу ваше внимание повернуть к этому исследованию с точки зрения радиотерапевта, радиационной онкологии. То есть это исследование, оно имеет преимущество в том, что всем пациентам, всем 500 с небольшим пациентом была проведена современная лучевая терапия. То есть современные технологии лучевой терапии, одинаковые дозы и одинаковые алгоритмы лечения. И это позволило получить вот эти сопоставимые результаты. Мы не можем говорить, абстрагироваться от этого и говорить, что лучевая терапия, гамма-терапия либо двухмерно-конвенциональная терапия позволят достигнуть эти же результаты. Нет, только современные варианты технического решения, современные технологии. Количество инцидентов между пациентами, получавших хирургическое лечение и лучевой терапию, одинаково. Другой метод лечения лучевой терапии, широко используемый, это брахиотерапия. Высокомощностная брахиотерапия, низкомощностная брахиотерапия, то есть внедрение постоянных источников, низкомощностная, временных источников, высокомощностная, также обладают прекрасными результатами в рамках лечения локализованного рака предстательной железы. И имея в арсенале такие эффективные методы лечения, хирургические подходы, подходы лучевого лечения, конечно же, в рамках современной философии подхода в лечении онкопациентов, это не только эффективное лечение, но и сохранение качества жизни пациентов. И вот это же исследование, возвращаясь к протект стаде, исследование сравнивающее токсичность, переносимость. Часть результатов была уже доложена ранее. Но я хочу добавить, что в одном из анализов была добавлена нейронобизированная группа, группа пациентов, которые получали низкомышностную брахиотерапию. И несколько слайдов о токсичности. На данном слайде кумулятивная токсичность в рамках сексуального здоровья мужчин. Если обратить на правый график внимание, то наименьшую токсичность можно достигнуть при использовании брахиотерапевтического подхода в лечении. Со стороны дистальных отделов желудочно-кишечного тракта прямой кишки, конечно же, дистанционная лучевая терапия имеет ряд неблагоприятных последствий в виде и геморрагического лектита, нарушения регулярности стула, диареи, недержания кала. Со стороны урологического здоровья мы видим, что есть проблемы после хирургического лечения. Со стороны радиотерапевтического лечения на правом графике представлено, что у пациента больше вероятность нектурии, которая будет их беспокоить. Кумулятивно в целом авторы делают некое заключение и, скажем так, наверное, я непроизвольно так в элементах частоты встречаемости токсичности лечения пациентов отобразил, что у всех пациентов в какой-то той или иной варианте нарушается полноценная сексуальная функция. Есть проблемы со стороны мочеспускания после хирургического лечения, после лучевой терапии. Мы видим то, о чем я говорил, элементы геморрагического лектита после дистанционной лучевой терапии, при этом с меньшими, конечно, эффектами после брахиотерапии. Ну и отрадно, что никакое лечение, наверное, не влияет на умственно-физическое качество жизни пациента. Но вернемся к клинической практике в рамках радиотерапии, дистанционной лучевой терапии и термин гипофракционирования тоже у всех на слуху. Это современный тренд, это современные возможности лучевой терапии, которые позволяют не только технически, но и накопленный опыт, радиобиологические знания, которые позволяют нам интенсифицировать лечение, сокращать продолжительность курса лучевой терапии, дистанционной лучевой терапии за счет увеличения разовой очаговой дозы. И разрешите продемонстрировать одно рандомизированное исследование на достаточно большом количестве пациентов, более трех тысяч. Обратите внимание, что это 71 центр страны Европы в основном, то есть те учреждения, где сохранены и соблюдаются все принципы гарантии качества лучевой терапии. И слева отображены онкологические результаты, в принципе, они все сопоставимы. Достоверных различий в биохимическом контроле болезни мы не получили. Правый график, наверное, будет более интересен для радиотерапевтов и для рационных онкологов. Он отображает токсичность, переносимость лечения. Кривые синего цвета отображают динамику токсичности при проведении классического режима фракционирования по два грея. Так вот, обратите внимание, пожалуйста, что интенсификация лучевого лечения сопряжена с более ранними развитием лучевых реакций. И это в принципе помощь практическому радиационному онкологу в рамках работы с пациентом, разработки каких-то профилактических мероприятий и в целом в лечебном процессе. Другая опция, которая имеет место на сегодняшний момент, так называемая стереотоксическая лучевая терапия, ультрагипофракционирование. Существует много терминов определений, но, на мой взгляд, самая универсальная была предложена Ассоциация американских радиационных онкологов, которая отображает в себе сочетание нескольких параметров. Это, во-первых, большая разовая доза, это небольшое количество фракций, не более пяти, как правило. Это обязательно визуализация мишени во время облучения на линейном ускорителе, ну и, конечно же, использование различных систем фиксации пациента во время проведения процедуры. Уже накапливается большой опыт по эффективности данного подхода, но хотел бы обратить внимание на этом систематическом анализе, который проанализировал достаточно большое количество пациентов. Конечно же, один из ключевых негативных моментов в том, что период наблюдения этих пациентов еще недостаточно велик в рамках локализованного наблюдения за пациентом с локализованным заболеванием предстоятельной железы. Но все равно какие-то выводы мы можем сделать, что, в принципе, уже отработана методика режима фракционирования, и универсальный режим подразумевает, как здесь отображено, за пять фракций 7,25 грей. Однако, различные все работы показывают, что увеличение этой дозы сопряжено с улучшением биохимического контроля болезни, но при этом увеличивается частота поздних осложнений. И поэтому все вот это ультра-гипоэкстремальное так называемое фракционирование до 10 грей в условиях еще недостаточно длительного периода наблюдения за пациентом, на мой взгляд, должно быть очень аккуратным и проходить в рамках каких-то клинических исследований, внутренних протоколов. И таким образом, кумулируя те возможности, потенциальные возможности радиационной онкологии в настоящий момент лечения пациентов с локализованным заболеванием, дистанционная лучевая терапия, брахи-терапия, стереотоксическая лучевая терапия. То есть, это те механизмы, те опции, которые имеются в арсенале, которые имеются в той или иной клинике, и они, по сути, равнозначны в своей эффективности. Лечение пациентов местно распространенной формы заболеваний предстательной железы также имеет место лучевая терапия, как в рамках самостоятельного лечения, либо как в комбинированном сценарии подходе с хирургическим лечением. Возвращаясь к принципам радикального лечения, возникает вопрос о том, и возникают вопросы. Первый вопрос о необходимости расширения объемов облучения региональных лимфатических узлов таза. В том числе, эти вопросы обсуждаются в обществе радиотерапевтов. И в примере этого хочу продемонстрировать рандомизированное исследование третьей фазы, которая была опубликована в журнале «Клиническая онкология» в 2021 году, рандомизированное исследование, где показалось, что, скажем так, широкопольное облучение, облучение лимфоузлов таза достоверно ассоциировано с онкологическими результатами лечения пациентов. Но, неудивительно, конечно, и это же достоверно приводит, сопряжено с большей, с достоверной токсичностью в рамках урологического здоровья пациентов. Возвращаясь к принципу радикального лечения и принципу эскалации дозы, то есть в настоящий момент в арсенале радиотерапевтической службы есть несколько принципов этой эскалации. Либо непосредственно только дистанционно-лучевой терапии в монорежиме различным, используя современные технологии. Это буст при помощи использования брахиотерапевтического подхода, низкомощностная, высокомощностная, это использование стереотоксических методик. Но, опять-таки, я на протяжении всего вектора своего доклада упоминаю об этом и всегда об этом говорю, что только в соблюдении отработанной методики с соблюдением всех принципов гарантии качества мы можем получить хорошие сопоставимые результаты. В условиях такого дефицита времени, конечно же, хотелось бы еще отобразить блок, важный блок лучевой терапии в послеоперационном варианте, послеоперационной лучевой терапии. Нам с вами хорошо известно три основополагающих исследований, которые легли в основу показаний к адъевантной лучевой терапии. Но, конечно же, обращает на себя внимание, что эти исследования были достаточно давно. И при обсуждении в различных литературных данных, в частности, есть критический момент, который комментирует эти исследования. А заключается в том, что не было налажено, не было отработано на тот период суперточная лабораторная диагностика ПСА. И поэтому результат интерпретации в этих исследованиях тоже можно в какой-то мере подвергать критике. В то же самое время есть другая опция лечения послеоперационного лечения пациентов. Это так называемая спасительная лучевая терапия по поводу биохимического рецидива. И как раз где-то в 2005-2010 годах эта опция в сценариях лечения пациентов отображается в клинических рекомендациях. Конечно же, как и любой метод, оцениваются факторы прогноза. И во многих исследованиях данным фактором прогноза является величина ПСА на момент начала лечения. И вот одна из первых работ, которая оценивает достаточно большое количество пациентов. И, на мой взгляд, очень репрезентативно. Вот эта синяя кривая на графике, которая соответствует маркеру менее 0,5 на момент начала лечения отображает лучшие прогнозы лечения. И, возвращаясь к современности, совсем недавно были опубликованы результаты другого анализа. Более 25 тысяч пациентов в журнале клинической онкологии было проанализировано, которые показали тоже тенденцию к лучшим результатам при более раннем начале лучевой терапии. И из этого исследования видно, что неким референсным значением служит величина ПСА 0,25 нанограмм на миллилитр. Обратите, пожалуйста, внимание на верхнюю таблицу отношений рисков, где за референсное значение как раз и была взята величина более 0,25 нанограмм. И достоверно результаты хуже, если эта величина меньше. Но не было получено достоверных различий в отношении рисков между группой адъювантной лучевой терапии и теми пациентам, у которых лучевая терапия начиналась при ПСА меньше 0,25 нанограмм на миллилитр. Исследований много, но кумулятивно они приходят и плавно нас направляют к другой концепции, к другому подходу ведения этих пациентов, а так называемая раннеспасительная лучевая терапия. И в 2020 году были опубликованы результаты трех рандомизированных исследований, которые показали абсолютно одинаковые онкологические результаты в этих двух подходах. Не буду в частности останавливаться на каждом. Просто пример одного из дизайнов этой исследования, что адъювантная лучевая терапия проводилась 4 полугода, что везде хорошие и правильные курсы лучевой терапии с определением объемов облучения, сопоставимые группы. Но что самое важное? А самое важное, что пациентам, у которых была проведена ранняя спасительная лучевая терапия, качество этих жизней в рамках поздней токсичности через два года гораздо лучше, достоверно лучше, нежели у пациентов, у которых проводилась адъювантная лучевая терапия. И поэтому современная опция активно внедряется в клиническую практику. В рамках Европейского общества рационных онкологов есть такой проект Twitter-based Journal Club, который подразумевает обсуждение какой-то важной темы в рамках данной платформы. И вот в 2021 году, в начале 2021 года было это обсуждение. Более 2,5 миллионов каких-то высказываний было упомянуто. Принимали участие специалисты из стран Северной Америки, Европы. Обсуждаются различные спектры вопросов, начиная от вопросов здравоохранения и заканчивая вопросов диагностики. И в результате проанализировал все высказывания. Вот сделано следующее заключение, что да, эта опция ранней спасительной лучевой терапии, она должна внедряться, активно внедряться в клиническую практику, но опять-таки при обязательном условии некоторых факторов, двух факторов. Это четкие мониторирования лабораторной диагностики ПСА и второе доступность к качественной радиотерапевтической помощи. То есть иными словами, в случае явно первых признаков лабораторного прогрессирования пациента, чтобы у пациента не было никаких сложностей достигнуть радиотерапевтического отделения и начать соответствующее лечение. Конечно же вопросом эскалации дозы тоже хочу остановиться у пациентов с послеоперационной лечевой терапией. Есть интересный систематический анализ более 71 исследования, более 10 тысяч пациентов, которые оценивают величину дозы на ложе удаленной предстательной железы. В рамках этой работы также оцениваются факторы прогноза эффективности лечения, упомянуется и доза, и уровень ПСА на момент начала лечения, и степень исходного поражения опухолевого процесса. Но самый интересный на мой взгляд вот этот график, который показывает на оси абсцисс мы видим среднюю дозу на оси ординат безрецидивную выживаемость. Кружочки это само исследование, величина кружочки это величина выборки, количество пациентов. И авторы делают заключение, что в диапазоне дозы от 60 до 70 грей каждый грей увеличивает безрецидивную выживаемость на 2%, то есть потенциально складывается такая динамика. В современных клинических рекомендациях предписанная минимальная доза составляет 64 грей от 64 до 72 а в определенных случаях она может даже быть еще и больше. И конечно же все то, о чем я говорил, те хорошие результаты они конечно же ассоциированы только при соблюдении всех принципов гарантии качества. Я всегда показываю выражение своего учителя профессора Ткачева, который является по сути в отечественной онкологии у первоистоков развития трехмерно-конформной лучевой терапии. Но это не просто голословные слова, они имеют безусловное подтверждение. И опять-таки возвращаясь к Международному агентству по атомной энергетике, есть проект Кватро, который разрабатывает вот те самые принципы гарантии качества лечения. Недавно было проанализировано у пациентов с опухолем головы и шеи вот эта тенденция, что не соблюдение грамотного планирования, не соблюдение точности лечения, общая выживаемость может снижаться 20 и более процентов. В то самое время, когда мы думаем назначать пациенту сочетанную химио-лучевую терапию с эко-дозом цисплатином или нет, то преимущество в общей выживаемости увеличивается на 6,5 процентов. Конечно, это такие грубые цифры, но, по крайней мере, на мой взгляд, это предмет для того, чтобы задуматься и иметь это в виду при планировании тактики лечения наших пациентов. Ну, и благодарю вас за внимание. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ